На этих выходных грядет действительно хорошее событие. Его не было 4 года и теперь оно возвращается. Это переплыв через реку Обь. И сегодня у нас люди, которые расскажут и напомнят вам, что это такое. Итак, у нас в гостях Марк Готлиб, заместитель главного редактора газеты «Новая Сибирь», и Николай Глушков, президент Новосибирской Федерации Холодового Плавания. Здравствуйте! Здравствуйте! Я не застал, так уж получилось, к сожалению, ни одного переплыва. И вот приятно удивлен, что у нас такое есть. Что это за событие? Ну, все можно наверстать. Да, какие ваши годы. Итак, а где будем плавать, что будем делать и вообще, как появился переплыв? Чему он посвящен? Ну, переплыв появился давно, в 90-е годы. Ветераны плавания, спортсмены, уверенные в своих силах, решили, что они переплывут Обь. Их было, по-моему, 17 человек. Но они легко ее переплыли. И на следующий год они пришли к нам в редакцию и сказали, а давайте сделаем вот такой массовый переплыв. У нас было немножечко такое отношение к массовым спортивным мероприятиям, ну, чуть-чуть насторожное и немножко негативное. Дело в том, что массовые вот эти соревнования часто бывают как? Бег на такое-то расстояние, если ты не побежишь, тебе за что-то не поставим. А, ну, да, да. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все знают. То есть какая-то это обязаловка. И вот нас это немножко смущало. Ну, у ребят была совершенно другая диалогия, которая нам понравилась, что, дескать, дело это совершенно добровольное. Все приходят, платят какую-то незначительную сумму, там, типа, 50 рублей, которая шла, по сути, на топливо для моторок, которые обеспечивали безопасность во время переплыва. Ну, вот и все. И количество участников стало вот нарастать год от года. А вот последний переплыв 4 года назад был? Сколько человек было? Последний переплыв был около 500. Около 500. Стали уже подъезжать из других городов. Ну, это региональный переплыв. Статус региональный. Ну, я знаю, что это благотворительный переплыв. Куда-то деньги идти. Это сейчас второй год проводится именно под эгидой благотворительности. Это новые организации пришли, занялись, подхватили знамя, так скажем. И вот статус благотворительного, он более понятен, более приемлем в нашем обществе, нашел отзыв и отклик. А откуда будет начинаться заплыв? Традиционно? С пляжа в Бугринской Руси. От нового нашего замечательного моста Бугринского. То есть под мостом сразу же. Практически около моста, под мостом, да, вот рядышком. Ну, в общем-то, обе большая, но вот здесь вот рядом с городом найти удобное место для переплыва невозможно. Поэтому как раз во время строительства моста переплыва не было. Потому что строительство не разрешали, это стройплощадка, вы здесь будете, не дай бог, что случится, не дай бог, опора упадет, моста там и так далее. Все нормально, мост хорошо стоит, все здорово. Будем надеяться. Поэтому пока строили мост, переплыва не было. Когда мост закончили, поставили, стало можно опять плавать. А других мест на Аби здесь не находится, потому что река большая, но не сказать, что безумно широкая. Ширина Аби там, ну, где-то 800 метров, километр. Но течение на Аби приличное. И пока плывешь, тебя сносят больше, чем на 2 километра. А, кстати, куда плывем-то? В какую сторону? Вниз по течению, извините, с левого берега направо. Против течения не смогут выгрести. И, кстати, вот про мост Бугринский. И на открытии моста Новосибирской Федерации как раз проплыла под мостом. Да, в сентябре, это было в конце сентября. То есть, почему мост и стоит? Проверили его. Это так, как раньше... Ну да, раньше паровоз загоняли. Нет. Архитектор, главный строитель, стоял под мостом, а в это время проверяли мост напротив. То есть, ну, так архитектор, видимо, с вами там плавал, да? Пожал, пожал, что не нашлось. А так вот мост и мост проверили. Эх, возвращать надо, возвращать традиции. Ну, хорошее место, так приятное во всех отношениях. И парк Бугринский давно известен в Новосибирске. А кто будет плыть? Это профессиональные спортсмены уже будут? Ветераны спорта, профессиональные спортсмены? Нет, вообще это заплыв любительский. То есть, профессионалам участвовать в нем не запрещается. Ну, а то есть, например, если я захочу, я могу прийти, подать заявку, и мне главное уметь плавать. Или нет? Я все-таки вас буду пытать с пристрастием молодого человека и спрошу, кто за вас, может быть, поручиться? Насколько вы умеете плавать? Да, ходили хотя бы регулярно, тренировались где-то или в бассейне, или на открытой воде. Все-таки желательно плавательную подготовку иметь. Ну, хотя бы третий юношеский разряд. Вот этого я, к сожалению, знать не могу. Ладно, давайте сделаем небольшой перерыв. Определим мой разряд. Может, пока будет идти новости. Да, смотрим новости. Возвращаемся мы и, собственно, вспоминаем о том, что в воскресенье в это пройдет благотворительный переплыв, и о нем мы сейчас и разговариваем. Остановились на моменте, как попасть, как стать участником. Вот, собственно, что нужно сделать. Я понял, я не пройду. Третий юношеский навряд ли у меня нет. Согласно положению, утвержденному, и это положение в едином календарном плане мероприятий спортивного города Новосибирска, старт, как вы уже сказали, с Бугринской рощи, с пляжа, там же, в парке Бугринской рощи, происходит регистрация желающих участников, и торжественное открытие, какая-то концертная программа, забирают одежду, когда одежду заберут, погрузят машину, все, назад дороги нет, тебе только одно – в воду, оденешься только на правом берегу. В 12 часов, в 12.30 старт, до 12 регистрация. Там разминочка, торжественное открытие, и, милости просим, по лестнице спустились к воде. Достойные, так скажем, спортсмены, настоящие олимпийцы становятся в первые ряды соревнующихся, чтобы они ушли быстрее и не мешали чайникам, потому что среди чайников такое начинается… Что они бортуются, толкают, потрясают, бурлить. Ну, толпа большая, когда 500 человек… Друг на друга наступают. Поэтому профессионалы быстренько убегают и быстренько приплывают на эту сторону. А вся остальная масса плывет. Плывет и наслаждается своим вот этим вот водой нашей, погодой. Дается им час на переплыв. За час любого чайника, вот это и рассчитано место старта и место выхода, финиш, это набережная Новосеверная, золотой галеон, или сейчас это торговый комплекс какой-то, чайка. А за час человек всяко-разно, наслаждаясь хорошей погодой и своим самочувствием, ощущением в воде, приплывает на финиш, радостный. Но есть один маленький хороший нюанс. Тот, кто приплывет последний, получает самый ценный приз. Он так и называется. Топор. Плывешь как топор. Ему получает топор именной, там все, бирочка, да. Вот вроде шутка и не обидно при этом. Не обидно, за него борются. За этот топор борются, да. А вот они, ага, кто позже приплывет, кто позже, и вот они тормозят, тормозят в воде. А если об обратную плыть, можно в обратную сторону? Ну, у кого нервы не выдержат. В обратную сторону был случай, когда плыли. Он стоил с серены, наверное, организатором моря. Организатором. Одна пожилая дама решила стартовать, но в какой-то момент, проплыв в небольшое расстояние, она передумала и поплыла назад туда, в Бугринскую рощу. Но вещи ее уже увезли, она не спеша, пешочком, через коммунальный мост, там чуть ли не босиком или босиком ли даже. Все на том берегу ждут, считают, одного участника нет, потеряли. Ну вот где-то неспешно она подошла, полегчала. Это вот еще когда был проход только по коммунальным мостам. А прошлый год, точно такой же случай, паренек опоздал и не поплыл. Ну вот молодец, дисциплинированный. Он поднялся на Бугринский мост, прошелся по всему Бугринскому мосту и по правому берегу пришел на финиш. Молодец. Если он был заявлен, сосчитан с номером, но опоздал по какой-то причине, вот он пришел, заявился. Вот в этом случае это самый ценный для меня участник, поскольку он самый дисциплинированный оказался. То есть за безопасность, понимаете, пекутся в этом плане. Правильно, Марк говорит, что организаторы могут и посидеть, и потерять там в весе. А есть ли какие-то ограничения по возрасту? Ну скажем, вот до 16 нельзя, до 14, до 18. Ну верхней границы. По нынешним меркам с 18 я допускаю. С 18 лет ограничения по здоровью со справочкой, будьте любезны, покажите справку от врача, от терапевта. Ну и вот сейчас пока нет такого количества, как 500 человек было почти. 150 было самое большое в прошлый год. Уже растет количество. Но тем не менее мы успеваем практически с каждым пообщаться. И кто-то кого-то рекомендует. Да, я знаю его, он плавает. Да, я был уже на тех переплывах. Ну хорошо, был, знаем человека. Пожалуйста, будьте добры, присоединяйтесь. Мы не зовем практически никого. Мы напоминаем, что есть... Есть возможность. Есть возможность. А заплыв благотворительный. Мы напоминаем, что в обществе есть не только достижения спортивные, или еще какой-то политический, спортивный олимп. А есть еще проблемы в обществе. Давайте мы будем тогда на воде, на земле, не отрываться от воды, от земли, а решать своими силами еще и эти проблемы. Ну, в этом плане, кстати, и все-таки переплыв, несмотря на то, что он благотворительный, это все равно соревнования, да? Да. То есть будут победители? Ну, победители будут. Но вообще мы даже когда-то делали значки, и на каждом значке писали победителю. То есть мы считали, что любой человек, переплывший в обе, он победитель. Ну, хотя бы потому, что он победил в обе, победил там, может быть, себя в какой-то степени. Спортивные результаты у нас здесь как бы вторичные. Вот та часть, которой спортсмены, бывшие спортсмены, они борются, они состязания устраивают в каждой групповой... В каждой группе возрастной. В каждой группе возрастной, да, они стараются там победить. А многие плывут просто, вот переплыть и хорошо. Но победитель абсолютный среди мужчин и женщин получает специальные призы. Это символ для спортсменов, все-таки показать. А тут же еще открытая вода, кто по какой траектории придет, кто-то на фарватер, и ему поможет течение, кто-то ближе к берегу, и он затормозится. Но, тем не менее, опыт участия в этих соревнованиях вы видите на какую-то ступень педестала. Самый возрастной среди мужчин и женщин и самый юный среди мужчин и женщин. То есть вот шесть специальных призов. Ну и победители еще получат подписку на нашу газету. Вот это уже хорошо. А, кстати, вот какой самый возрастной участник был за всю историю переплыл? 73 года, прошлый год. 73 года. У него подготовка хорошая. Он приплыл раньше того, кто за час топор получил. Он приплыл раньше намного. А самые юные, я так понимаю, ну 18, да? Или были какой-то промежуток времени еще меньше? В заплывах у нас не было такого ограничения, поэтому были... Дети были. Были дети, да. Мы маленечко пока еще не достигли тех результатов, которые были первые переплывы. И опасаемся, и ввели ограничения. Пока. Но мы будем решать, и есть уже интересное предложение, чуть-чуть разделить спортивную составляющую, там, где будут соревноваться именно спортсмены действующие, и любительские. Все, кто желает, все, кто может себе позволить. И уверен, что это связано еще с техническими такими проблемами, потому что результаты для каждого считают. Потом, пока этот список делается, всех. Это достаточно долго. Долго подводится итоги. Ходит много времени. С одной стороны, конечно, приятно. Мы печатали в газете потом список всех. Да. Со всеми результатами. Целую страницу он занимал. Ну, с одной стороны, приятно человеку, вот. Еще и в газете. Факт. Есть. Результаты не только где-то кто-то увидел. Вот в газете все увидят твои результаты. Здорово, здорово. А все-таки больше профессиональных спортсменов приходит поплавать? Или вот просто жители города? Нет, любители. В основном любители. Любители плавания, да. И вот, наверное, один совет для тех, кто соберется поплыть, поплывет первый раз. Как лучше это делать? Небольшая стратегия. Ну, я думаю, во-первых, человек, который решил поплыть, он должен быть уверен, что он час может плыть без остановки. Что у него хватит на это сил. Это все-таки человек, который плавал не только в бассейне, но и на открытой воде. Потому что есть какие-то волны, кто-то хлебнул воды, испугался и так далее. Все-таки вода – это и есть вода. Открытая вода, берега далеко. Это все-таки неплохо. В общем, самое главное – рассчитать свои силы, я так понимаю. Рассчитать свои силы. Уважаемые телезрители, если в воскресенье соберетесь плыть, проанализируйте хорошо себя, посмотрите на окружающих и поймите, умеете ли вы плавать, собственно, вообще. Ну, а если уж умеете и понимаете, что… Приходите, приходите, вас будут ждать. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были организаторы переплыва через реку Опи Марк Готлиб, заместитель главного редактора газеты «Новая Сибирь» и Николай Глушков, президент Новосибирской Федерации Холодового Плавания. Спасибо вам большое.